Сегодня это день появления Шилы Бхакти Прагьяна Кешава, Госвами Махараджи. И я попросила вас поговорить о ваших отношениях с ним, потому что в вашем книге, в этом эпизоде, это описано, как вы его встретили, когда вы были ребенком, когда вы были ребенком. Пожалуйста, можете поделиться? Я попросила… Я сказала, что сегодня день рождения Шилы Бхакти Прагьяна Кешава, Госвами Махараджа, и не все знают тот факт, что наш Асада Махараджа, Гурдев, что он имел общение с ним, и это описано было в книге «Красота истинной любви», но там небольшой совсем эпизод, может быть, не все читали, не все знают. Я попросила Гурдева поделиться. Мне было, на самом деле, я был маленький, меньше десяти лет. И что случилось, что мой махараджа, что мой махараджа… То есть, он дом, который… Реал Махараджа, генерал Махараджа, Гурдев, Я считаю, что я буду пройти праздник, но она приводит к храму, и она никогда не выйдет из этого места. Я буду пройти праздник, и я беру тасану к Кешафе Годи Амате. Когда я пошел к Нарану Махарай, я сказал, что я пришла сюда. Тогда я вспомнил, что это Гурю Кешафа Махарай. И тогда я сказал, что все память приходит к мне. Гранат Махарай, я беру тасану к Кешафе Годи. Он был очень слабый и не очень слабый, но он был очень милый. Он был очень милый. Он был очень милый. И многие бракшари саниаси были там. Он дал мне саптасаду. И Мама говорит с ним что-то о Махарай. Он был очень милый. И он ответил, что я не понимаю, что это было. Но они говорили один час, и мы были в школе. Когда мы идем к Кешафе, когда мы идем к Кешафе, то есть Медсерванты, то есть Медсерванты, они держали меня, чтобы держаться, и слушать к Кешафе, и говорить. То есть, они всегда контролали нас. Так. Я не помню, что они были там или нет. Но я начинал поменять все. И я не знаю, И многие бракшари саниаси, они были очень милые. И в то время я взял даршан. Окей, Гурудеф. Окей. Дай мне переводить, пожалуйста. Гурудеф рассказывает, что он получил даршан и общение с Ашилой Кешевой Гасвами Махараджем, когда он был еще совсем ребенком. Ему было меньше десяти. Он говорит, что это где-то были пятьдесятые, пятьдесят четвертые, что ли, год. Он говорит, что его бабушка, она всегда жаждала общения с возвышенными душами, она всегда ходила на даршаны, она всегда искала общение со святыми, с возвышенными вайшнавами. И однажды она подошла к нему и сказала, я еду в Матхуру, поехали со мной. И он подумал, что они куда-то едут развлекаться, но оказалось, что они приехали в Кешаваджигауде Матх. И они приехали на даршан Кешеве Гасвами Махараджу. И он говорит, что я его тогда помню, как такого худощавого человека. Он тогда говорит, я так мало что понимал. Вокруг были саньяси, брахмачари, такая обстановка немного строгая, хотя сам, говорит, Махарадж был очень добрый, но мне не давали там шалить, меня так контролировали в брахмачари, чтобы я сидел, слушал. И говорит, так я получил даршан Махараджа, получил его благословение. И, говорит, час, бабушка общалась на тему Махапрабу с Кешевой Махараджем, она задавала ему вопросы, получала ответы. В общем, у них была такая беседа. И я, говорит, в это время пытался сидеть на месте, меня немножко строжили в брахмачаре. И я, говорит, это всё вспомнил, когда я приехал в Кешево Гаудия Матх, слушать лекции на рай на Махараджа, увидев всю эту обстановку, я вдруг, говорит, все на меня воспоминания нахлынули, я вспомнил этот эпизод из детства, хотя он уже тогда забылся. Я, говорит, не знаю тогда, когда я был маленьким, был ли там уже на рай на Махарадж. Но, говорит, вполне возможно, что, может быть, и был. Но я, говорит, маленький совсем был, я так толком и ничего не понимал. Вот, поэтому вот такое было у Городева общение, встреча с Кешево Гасвами Махараджем. И это было только два Гаудия Матха. Один был в Матрахе Кешаве Гаудия Матха, и один был Бан Махарадж, который сделал эту школу. Он был рядом с Бихариджем, в обратной стороне. Матрая Махарада Гаудия Матха. И это было только два Гаудия Матха. Это Кешаваджи Гаудия Матха и второй Гаудия Матха, принадлежащий Бан Махараджу, который сейчас сделал большое образовательное учреждение, колледж. Он находится где-то в районе храма Мадана Мохана. Читая, когда я задал Храма Махараджи, он ответил 여기에 Наран Махараджа на Кешево Гаудия Матха. Он ответил на Кешево Гаудия Матха, на Кешево Гаудия Матха. Я ответил в Мухирма Матха. Он ответил, «Я знаю в Кешево Гаудия Матха». Потому что он приходил в группу, чтобы оставить здесь несколько часов, в этом году, в начале, в 80-х годах. Нараян Махараш himself приходил сюда. Он сказал, что я не знаю. А что? Да. Ариэти? Ариэти. А что? И Нараян Махараш, он сказал, откуда ты из Мунгермандира, я знаю это место, я знаю этот храм. Потому что в 80-х группа из Мадха, она останавливалась в Мунгермандире. В те времена моя бабушка, она хоть была царицей, они были правителями Мунгера, но они были очень возвышенными Гаудия-Вайшнавами. Кто говорит, что из моей семьи практиковал, это бабушка и дедушка. Дев elevator не проверил. Когда едiet, она идет дальше. Вот так, там Christa, что она вернет. So, they were very welcoming and receiving to my grandmother and grandfather, very old. And my grandfather is always going to listen Katha at 4, every time, every time when he's here. But I went with grandmother to Kesav Maharaj to see. Guru Dev, I didn't, I didn't, sorry, I didn't catch your grandfather and grandmother visited Madh to listen to Harikatha, right? Harikatha, no, he is going to, one place is a place where the very nice Katha happening, there were sadhus on living, that place is on way to, it's gone. That place is going my grandfather, but grandmother is visiting every place where he was, very elevated. Harikatha. Guru Dev говорит, что его бабушка и дедушка очень интенсивно практиковали и всегда искали возможность послушать харикатху, от саду. И дедушка ходил только в одно место, вот он не смог припомнить, какое оно, оно на пути к исконтам, где-то это место, где саду собирались. А бабушка ходила везде, она истала, везде саду. Б hearings. Везде. 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 Везде, везде, не И они были очень хорошими таттвами, потому что вибрация была очень сильной. Я только самых-самых близких оставляла рядом, когда обсуждала с кем-то из возвышенных преданных Катху. Это была специальная молча, что я получила благословение Гешабди в моем жизни. Гешабди в моем жизни. И я вспомнил этот случай, когда я увидел фотографии очень похожей. Да. В тот момент, Груде, в тот момент, когда вы его видели, он был с бедом или без? Он был. Он был с бедом, маленьким бедом. Да, но он был черный и белый. Очень красивый. Не большой размер, я вспомнил. Слим, не большой размер. Да. Я, говорит, его помню с детства, что он был худощавый и не очень высокий. Я спросила, а он был с бородой или нет? Потому что на некоторых изображениях, которые, видимо, в Чатурмасе сделаны, он с бородой, на некоторых нет. Он говорит, ну, когда я его видел, я помню, что у него была небольшая борода, и она была такая, ну, не полностью седая, а вот как перец и соль, да? Говорит, что очень много милости получил тогда, и помнит этот момент, да, из детства. Сады Рады. Городев, would you like to immerse to an ocean of Anuraga, of Radhika? Да, да, да. Мы продолжаем. Рада Раса Суданитхи 18, verse 18. Continuing, I think, third, third Zoom, we're reading this verse. Gradually. Slowly, slowly. Yeah, let's say that. Шимати Радыка is the only ocean of Anuraga. Шимати Радыка является единственным океаном Anuraga. One minute time. Anuraga means? One minute, one minute. What is meaning? Thank you. Что значит Anuraga? And it's Krishna. Raga means love. Raga means both sides. I love one side. This Krishna can do. But who returns the same type of love to Krishna? Who? Same in the universe? Anyone? One minute. One minute. One minute. So now you read this slide. Gurudev? Raga — это с одной стороны. Вот Кришна, Он может любить всех. Но скажите мне, кто может дать Кришне в ответ такое же количество любви, как Он отдает? Никого нет во всей Вселенной. Только Радыка способна на это. И это Anuraga, когда любовь с двух сторон. Krishna loves so much, he created us, he created the air, earth, water, food, fruits. Everything, what is, we are, without any money we are using, is all Krishna's love, or not? Anything is there, what Krishna is not giving us, and not giving love? No, nothing, and this is his anura, you give human body, healthy body, all things to eat, eyes to see, nose to smell, air to listen, all we are healthy, is not love for the God, not love for Krishna, it's all his love, but he gives some choice to us, my senses is my choice, my false ego is giving me to keep out from the consciousness of soul and from him. И Гурадев говорит, что посмотрите, как нас любит Кришна, да, он создал всё вокруг, он создал нас, он создал это место, где мы можем проживать, чем нам дышать, да, где нам ходить, где нам выращивать, да, наше пропитание, он всё создал для нашего существования. Такова его большая любовь к нам. Но также он создал игрушки для того, чтобы нам играть. Что это за игрушки? Это вожделение, это наше ложное эго, это вот эти чувства, благодаря которым мы привязываемся к объектам чувств. Как мама дает игрушки детям, так же он дает нам эти игрушки, чтобы мы играли. И дети настолько увлекаются игрушками, что они маму забывают. И мы настолько погружаемся в эти игрушки, что мы забываем обо всём, мы забываем о реальности нашей, о том, что мы должны служить, о том, что мы души. И мама смотрит. И они закрыли. Моя любовь не понимает. Этот человек не понимает мою любовь. Я даю всё, и только дай я даю, чтобы он меня забыл и мне все. И он как мама смотрит и говорит, вот я ему так много игрушек дал, и он настолько ими занят, что он вообще на меня внимания не обращает, и я ему не важен. То есть... Вода труда. На маленькой прута. Участливо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, что после пяти часов игры непрерывной уже ребёнку не нужны игрушки. И кто-то сказал здесь, ну, какое-то было внедрение, да, включение, кто-то сказал, вода потекла, и все засмеялись. Грудев говорит, да, потому что вода — это милость, которая течёт потоком. И все засмеялись. Они понимают, что 4-5 часов, не ману, не ману, не ману. Ману, не ману. Они более осознанны, чем нас. Они имеют любовь, они плачут. Но страх? Такая кондиция с плохим иглом, и последний дизайн, мы не плачем. И посмотрите на ребенка. Он после пяти часов игры, любой ребенок, ему уже не нужны будут игрушки. Он проголодается, ему нужна будет мама. И он отбросит все игрушки далеко от себя и заплачет. Очень горько и громко заплачет. Посмотрите, насколько они разумны, эти маленькие дети. А у нас есть вожделение и сложное эго, и мы не плачем. То есть нам никогда не бывает достаточно, мы никогда не плачем по Всевышнему. Люди умеют, но эти вещи все еще играют внутри меня, и мы в этом участвуем. Это наша кондиция. Это наша обусловленность, что мы даже умираем, а потом опять в одни и те же игры играем. Right? Это не анураг, это не любовь. Мы не можем любить. Я прав. Я вспоминаю слова Марии Магдалена. Она говорит, Я вспоминаю слова Марии Магдалена. Она говорила, что такое грех? Грех – это когда я забыла, что я душа. Вот это единственный грех. Я люблю, я respect these lines. И она говорит, Не только я забыл, что я – я душа, я забыл, что я – я душа. Это – это великое грех для меня. Я забыл, что я – я идентификация и я – я душа. Также она говорила, что не только я забыла, что я – душа, но еще наибольший грех – это то, что я забыла своего спасителя вот в этих играх материальных. Я забыла себя как душу и забыла спасителя. Вот эти строки, говорит Курдев, мне очень нравятся. Это же самое. Теперь вы слушаете эту линь. Считай снова. Теперь, говорит, с таким пониманием прочитайте эту строчку. Еще раз. Шемати Радика is the only ocean of anurag. Шемати Радика is the only ocean of anurag. Единственная кэн аураги. She is not in any condition. Any last hit is that, any force equal one point. Она никак не обусловлена, у нее нет ложного эго, она абсолютно однонаправлена. Она все свои чувства использует для Кришны. она смотрит на Кришну, думает о нем, пробует его просаду. Она только для Кришны. Это единственная кэн аураги. А нурага и сам, не сам. Больше, чем так, она готова дать Кришну, что он дает. И посмотрите, что такое анурага. Она полностью сосредоточена на нем и отвечает ему на его любовь. Но более того, она способна дать ему больше, чем он ей дает любви. That research. That is to research. That has to gather more information why she is on the ocean of my ground. So deep subject. Understand. И вам нужно это изучить. Вам нужно стать исследователями и окунуться в этот океан аураги для того, чтобы изучить ее качество. Анаурага means... I have one question to Anurag. In relationship to us, what is our анаураг, Гурадев? У меня есть вопрос, какова вот про нас, если вот говорить, да, про нас, то какова наша анаурага, Гурадев? Такой вопрос. Ну, по того, что она должна love от μας. В Так что, без следования Радига, это не возможно понимать, как простой любовь она имеет для кристина. Что значит по-настоящему любить, можно только узнать, можно только наблюдая за Радикой, за ее любовью. У Радики нет никаких желаний, только одно желание. Любить Кришну. И у служанки Радики тоже не должно быть других желаний, со всеми другими желаниями должно быть покончено, оно должно быть однонаправлено. Радики. 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 Как libro о том, как Кришна становится quemать. И мы идиime. В любви Кадиха это возможности. И наша задача не быть делающими, а быть не делать, а наблюдать. То есть быть наблюдающими за этим обменом между Радикой и Моханом. И чему учит нас Радика? Она учит однонаправленность и быть абсолютно сосредоточенным на одной цели. И вот наша задача — это просто наблюдать за вот этой анурагой и учиться у неё, что значит любить. Наша анурага не относится к Кришне, как Радика. Я говорю, как вы будете, если вы, даже в группе Кришна, как вы будете видеть анурага? Ну вопрос, что наша же анурага, она не к Кришне направленная. Городев говорит, что... Ну я не очень ответ поняла, что даже будучи в группе Кришны, мы должны смотреть на её анурагу. Кришне, но вы должны... Мады-кришне, как Мады-кришне, как Мады-кришне, как Мады-кришне, и кукург, В доме Мады Ясода, для кого? Для Кришна. Мады Ясода, когда она встречается, она встречается, и Мады она воспринимает ее ребенок, и Мады, это ее ребенок, и Мады, ее ребенок, и Мады, ее ребенок. И Мады она воспринимает ее, и Мады Ясода, и ее ребенок, и ее ребенок, и ее ребенок. Мадхури. Every day morning going to get this receiving the Pantali love. And at the same time she give the babies the children's the Manjari's Dasin what you give the name Mahasaliya Dasar. And at the same time she is giving to the Krishna Mahasaliya Dasar. Mahasaliya Dasar. So so capable. Посмотрите на Радику. Насколько она способна. Вот каждый день с утра происходит одна и та же Лила. Она идёт готовить Нандишвар для Кришны. И она встречается с мамой Ешодой каждый день. И мама Ешода сажает её на колени и обнимает её как свою собственную дочку. Она так любит её. и она так много передаёт ей материнской любви. И Радика куда сама передаёт эту материнскую любовь? Она передаёт своим служанкам, своим деткам Манжаре. И также, посмотрите, помимо того, что Радика она умеет одновременно и Вацалия расу проявлять, и Мадхурия Бхаву к своему возлюбленному Кришне в одно и то же время. Какая разница между Вацалией и Мадхурией? Какая разница между Вацалией и Мадхурией? Бхавурия 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 ». Когда ребенок берет в брак, она подходит в ногу, в ногу, в ногу, и она делает это. Почему она делает это? Мама, это мой место. Моя связь была в ногу. Моя и вашей связи были в ногу. Вы меня отрезали. Я никогда не соединяюсь от вас. Белый. Возьмите брак и она никогда не соединяется. Она подошла на ногу и сказала, мама, это мой место. Для вас и для меня есть отношение. В чем отличается матхурия раса и вацалия раса? Городев объясняет, что обе расы характеризуются тем, что женщина открывается, она не скрывает свое тело. И мама может оголиться по пупок. То есть она кормит ребенка грудью, она не стесняется. Это естественно в отношениях мамы и ребенка, что ребенок видит свою маму обнаженный по пояс. И Городев говорит, что когда мама кормит грудью, ребенок обязательно пальцем водит по пупку. И он говорит, какое вы там слово говорите по-английски? Мне преданно им подсказали, что этот ворлпул, да, этот как-то по-русски. Ну не колодец, а как вот. В общем, я забыла. В общем, да, водоворот. Да, 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 спасибо. Водоворот. И ребенок намекает тем, что вот это место, пуповина, которым мы были связаны с тобой, мама. И 10 дней, когда она стала так маленькой. 10 дней. В 2-3 дней вся кожа стала хорошо. Почему? Потому что так, потому что она сформировать, потому что это отое ли breast. Это пуповина, и с мамой се область. И это pushing Мадхи. Она дает его подсказать. В ДВЕДЕЦе и с Саруф, а любовь, это любовь, это любовь. Была по будням. А в Беде-твы, это делается так cur, что эта саруфа буде, body, that it takes a picture of a good form. That is the condense. When the feeling becomes condensed, that takes the form. Feeling, and feeling is condensed feeling, it takes the form. Смотрите, когда мама кормит ребёнка, он очень быстро набирает вес, он очень быстро крепнет, так же и Радика. Она даёт нам наши духовные формы, то есть как будто бы рожает этих малышей, и потом она вскармливает грудным молоком своей любви. То есть давая любовь, наша духовная форма насыщается бавой, и она крепнет, она конденсируется, и это духовное тело становится реально проявленным. Feeling, feeling is a feeling. Mother, no mother. She has so many relations, but in the mother feeling with the child, is the feeling. She becomes mother there. She becomes in the front of his husband, lover. Same man, same man, woman, change the feelings, and what is the condense feeling, that is more near, make you near. This is a drug, it's not a drug. Yes. Городев говорит, посмотрите, как всё естественно. Вот женщина, которая является мамой, что её делает этой мамой? Вот была женщина, у неё было много разных отношений, но когда она рожает ребёнка, её с ребёнком связывают очень сильные чувства, и эти чувства делают её мамой, потому что эта же самая женщина, она, например, с мужем со своим, она ведёт себя как возлюбленная, но где больше чувств, где они сильнее, туда она как бы больше, в ту роль она больше и входит. То есть обычно женщины больше уходят. Материнство в семье. She cannot balance, how to balance both things, lover and mother. My baby is more important to me, but lover is also putting me. So, she is really, really, tactically balancing. Why? Because she is very, learned from Radhika, this love, comes from, very intelligent, how to balance both things, at the same time. Baselie, the mother of her, she makes me so nice, and that time, you cannot imagine, this is Baselie. And посмотрите, откуда женщина учится балансировать вот эти свои роли, да, матери, там, возлюбленной своего мужа. Она учится у Radhika, потому что Radhika является тем источником, который так прекрасно умеет вот эти расы балансировать. It's no outer form, it's a feeling form, it's so condensed, it's a feeling form condense, that feeling form is acting. That is the beauty of Rāgavati, that if you have a double bond to desire to develop that feeling form inside, that is nothing. outside. That is divine. Understand? Sorry. I'm sorry. You move my camera, close my camera, you turn. No. It's okay. It's okay. Very nice. Gurudev, Gurudev, we see different screens, so we see you, and also Jayananda Prabhu also, and other devotees, so it's okay. Please let me translate. Give me time to translate. I have something I want to mean to say. I have to not to stop. I cannot stop it. Jaiwaa, Gurudev, we love it. Jaiwaa, Gurudev, говорит, how about what is the beauty, especially the beauty, what is the most belly, this eternally beauty, Продолжение следует... Смотреть, если в раге, имея рагу, любовь, мы можем тогда видеть обмен любовью с двух сторон, анурагу. И мы можем увидеть, как Радика одновременно практикует разные типы этих любовных обменов, то анурагу, она и с мамой Ишодой общается, и со своими детками, с Манжари, о которых она заботится, и также со своим возлюбленным, с Моханом. Продолжение следует... Why he brings to the babies? When he is going to meet his lover? No. She is bringing to how to be a more intelligent, to some really how to serve the mother. She do it. And how mother will permit you to... He will order you to do that, you do that. She is teaching, yeah. Where you will be learning? Krishna is going to teach you. Impossible. Sorry, Guru Dev, I didn't catch this idea. Can you repeat, please, or explain more? I cannot explain, yeah. Jayananda, Maharaj, can you please repeat this idea? First thing, I could not explain. What I say again, Guru Dev, I cannot teach what Radhika is teaching. He is not able to do it. Manjari is like a baby, and she is keeping relationship like a mother. Teaching to the babies. Mama is teaching, no? Mama has to teach. Manjari has to teach. Who will teach? Krishna is not the same. I see. He has no time. But teaching is the job of Mama. Well, show me any father is teaching to the babies. Okay. I will make you to drive the car. Can you come with me? When he is going out, then he will say, okay, I will drive you somewhere. Okay, okay. Then they go. Before they never go with Papa. They cry. I will make you to teach. I will ask you to teach. And they are told, I will teach you, who can teach Mandjari? Only Radhika. Because she is a mother's mother. Who will teach children? Only mother. Вы видели когда-нибудь папу, который учит детей чему-то? Кришна может разве научить Манджаре, их Севе и всему? Нет, конечно, говорит Горудев. Потому что папа, он появляется в жизни ребёнка, когда уже начинает с ним общаться больше, чему-то может быть. Он не учит, а просто он время проводит, и всё. То есть у него на это не хватает терпения, чтобы учить. И в то же время, с мужем, как Лава, тоже? Да, и она идет к маме, чтобы научить Манджаре, что я не ошибаюсь с ребенком, кто-то пытается следить. И как я научил Манджаре, и как я научил Манджаре. Вау! She does kindness and love of Radhika. Look, Radhika is always making water for him, and again he goes to another house doing it. And he says, why you go to other house when I make for you the best butter? You see? You are not satisfied with my butter. Why you go to other house? And Radhika comes to none. That's all. Krishna is not satisfied with his mother, so your mother has to bind him. Understand, my dear. So naughty, but so any time, the student never becomes naughty. So she is a real teacher. Teacher is a good, who are the good students in that school. They are the good teachers. She is a good teacher. The teacher is a good teacher. And look, Krishna never... He has a good teacher. 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 He has a bad teacher. But look, Krishna is not satisfied with his mother. And his mother needs a good teacher. He has good kids. And she can stayrum inside other house, and the teacher needs something right now. Your mother should go to the house even and feel doises him. And His mother also needs to put his home on the School. He needs to be a good teacher. And he needs something. Look, who is great teacher. Radhika is very incomplete. And she teaches that Nihana. Her teacherHi maximums is relatively legit. Поэтому, кто является настоящим учителем? Why? To teach us that I can feel it's related more like a human too, right? He's a Narvada Leela, right? Human like a human. Why do you do this? To understand the human can understand. Only animal not understand human being. But see, so animal, we don't understand this. Look at this. Посмотрите, здесь всё очень естественно, и нет ничего неестественного. Господь становится подобным человеку и является Лилой подобным человеческим. Для чего? Для того, чтобы нам это было понятно, чтобы обычный человек, обычная душа смогла понять, какой он, какие он игры являет, проникнуться ими. И кто не может понять, только животные или люди, подобные животным, не могут никак понять, что там и почему происходит у Кришны в Лилах? Анураага — это вечно свежее. и вечно привлекательное, удивительное. Я хотел бы немного поделиться. Рага — это любовь. Рага — это любовь. Но любовь Радики выше Кришны. И он пытается ответить на любовь Радики. Если мы посмотрим, Рада и Кришна вместе в Никунжа. Рада — Кришна пытается сделать что-то. И Рада пытается республиковать. Потому что Рада знает, что Кришна хочет. Кришна, он что-то в Никунже как-то за Радикой ухаживает, и Радика отвечает ему, и она в совершенстве знает, как ответить ему так, чтобы его порадовать, потому что она знает его сердце как никто другой. И Кришна просто поражен, потому что Радика досконально знает, как его порадовать, что именно сделать. То есть он этому очень удивлен. Чувства Кришны увеличиваются. Чувства Кришны увеличиваются. Это Баба. Это Баба. И опять Кришна что-то пытается порадовать Радхику от Никунжи, что-то на неё сделать. А Радика опять отвечает так, что она превосходит все его ожидания, его чувства. И такое положение, да, это Адбута, это удивительно, это восхитительно. И Кришна даже забывает сам себя. И Кришна даже забывает сам себя. И тогда Радика чувствует более высоко. И тогда Махабаба. Потому что чувства Радики, они только нарастают и доходят до Махабабы. Махабаба – это полное сумасшествие в чувствах. Сумасшествие. И это сумасшествие, это будто интоксикация. Питер Махабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб Когда мы забываем себя, мы даже если какой-то очень-очень вкусный просад вкушаем, то мы можем немножко забыть о себе. И что уж говорить, если человек вкушает наивысшую сладость. Как Гурадев говорит, что есть вайн, вино — это мирские чувства. Есть и вайн — это уже сознание души, уже опьянение какое-то на этой стадии. А ханю вайн — это медовое вино, вот это из нашей духовной идентичности. И вот это сумасшествие, да, оно по этим трем градациям увеличивается. Это из-за ханю вине. И если вы видите, ханю вайн, это будет... в жизни, вы будете crazy. Это не только что-то, что-то из-за того, что-то из-за того, что-то из-за того, Что значит это безумие? Городев говорит, что когда станете на уровне души и особенно выше, вы будете полностью сумасшедшие всегда. И что это не так себе, это не так, что не было. Это критичная. Я работал в жизнь, по телевизору, у меня есть чувство, эго и железные, для меня нету, у меня есть чувство влажности, и это тесто будет улучшаться. То есть, то много эффекта здесь, И что значит вот это безумие, тотальное безумие духовного состояния, духовного сознания? Это значит, что почему мы обезумием? Потому что всё, что раньше нам очень нравилось, для нас станет ничем. И мы захотим только находиться в этом наивысшем опьянении духовного состояния, духовного сознания. А вот случилось, что, ваше время в течественное время имеется в день, внутри бодя, наививившийся в день, если не то, то есть в день бодя всегда идёт, но отсияж. То есть, если есть, то есть в день бодя, немного дочитаем, но потом предпринимается. Таким образом, это в винодLink, в Девину лиля ети. Это как эффект у алкоголиков обычных, что у них начинает внутри всё зудеть, если он не выпил. Также у тех, кто выходит на платформу души, у них приходит и уходит в сознание такое-такое, но тот, кто возвышается уже до своего духовного состояния, духовной идентичности, он всегда находится в полном. Он говорит, всё, он никуда не выходит, он всегда безумен просто в своей руке. И когда он даже возвращается назад для того, чтобы ну как-то действовать в этом материальном мире, он всё равно всё видит Божественно. И Прабхупада, когда повторял, Махамантру, он входил в это состояние Божественного, и за счёт этого он поменял жизни очень многих. Он говорит, ну, Прабхупада, он всех Божественный, да, в Дивайн. А Гопинат говорит, Гордеф, а вы нас в хани вайн, да, медовым вином напоите. Гордеф говорит, ну, это Гопинат всегда хулиган. Гордеф говорит, я удивлён, что Арати, а Гопинат ещё здесь. Гордеф говорит, это Гордеф говорит, что Арати, а Гордеф говорит, что Арати, и Гопинат говорит, что да, а в том, что я не пошёл на Арати, на самом деле Гордеф виноват, потому что он стал обсуждать тему, как соединяются Мадхурия и Вацалия, вот Ешода и Радхарани вместе. И у меня в голове всё крутится, и крутится одна лила, и, может быть, если я сейчас её расскажу, мне полегчает. So every day Radharani goes to cook for Mohan. She goes to his home, right? Каждый день Радхарани ходит в гости к Mohan для того, чтобы готовить для него в его доме. И Ешода-мама, она очень беспокойна, потому что она знает, что каждый день Радхарани должна готовить, чтобы её кана мог есть только то, что приготовлено её руками. И когда она ждёт, Радхику её сердце очень сильно стучит, потому что её материнское чувство распространяется на Радхику так же, как она её сыну. And on the other side, brother An is walking with the Sakkis, with Lalita and the Mangeris towards Nandagao. А в то же самое время Радхика вместе с Лалитой и другими подругами движется в направлении Nandagao. And her heart is beating, and we know why, because she knows she can have a glimpse of her Priyatam there. Её сердце тоже очень сильно стучит, и мы знаем почему. Потому что она сможет увидеться со своим Priyatam-айтам, со своей возлюбленной. And outside of Nandabhava's house, who's standing there and eagerly waiting, looking at the road, it's Mohan. А кто же стоит у ворот, Nandishvara, да? Кто взглядывается в дорогу и тоже его сердце стучит? Кого он так сильно ждёт? Это Mohan. So inside the house, Vatsalia Bhava is cooking, very condensed, and outside Madhurya Bhava is cooking as well, intensively. And inside the house, получается, готовят Vatsalia Bhava, and outside also some kind of cooking as well. And it's Madhurya Bhava. And Radharana is so anxious that she's not able, capable to walk, and the Sakis and Mantras have to pull her, her heart is beating, her feet are hurting. She said, I cannot walk anymore. She said, I have so much pain in my feet. But then Lalita looks at her and says, no, my dear, the pain is in your heart, not in your feet. And the closer Radharani gets, the more difficult it is for her to walk. And then she reaches the stairs. And on top of the stairs, Mohan is standing there with his friend Subbal, holding his arm on his shoulder, and he's twirling a lotus flower. But how can they meet now? How can they exchange glances? And it's daytime, all the relatives are there, you know? It's very difficult now, but both are so eager. Mohan just wants to, is praying, because Radharani is having a veil on. So he's just praying, like, how can I just get a glimpse of her eyes, of her face, you know, just for a second? He's praying on that, meditating on that. And Radharani can feel that eagerness of Mohan, and she knows, if she gives him just one sight-long glance, if he just sees for a second her face, no, his day will be made. So then she walks up the stairs, getting closer. Inside Mother Yashoda's heart is beating, because she hears the ankle bells of her Radha coming closer, no? So it's a very intense moment, if you imagine, like, if these two halves are so close to each other. И можете себе представить, насколько интенсивны чувства? Ведь внутри дома Мама Yashoda, она с волнением ждёт прихода Радики, и её сердце стучит. Радика поднимается по лестнице, и она видит Мохана. То есть какой накал чувств? Можете вы вообще такое представить? So Radha Rani and the Sakhi, the mongeris, are approaching the gate where Mohan is standing, and in that moment Radha Rani pretends to fall, and she falls on the ground, and the Sakhi's catcher. In that moment her whale opens, and they can exchange for a split second each other's eyes are meeting. So this is anuragini Rada. I don't know, in that moment she is exchanging, she's like, the love exchange takes place, so she's full of Madhurya Bhav, but she has to move on, because inside Vatsalia Bhav is also waiting for her. So she has to manage, as Guru just said, very diligently, like tactfully, she has to balance both bhavs, so she continues inside. И Radha, посмотрите, как она экспертна, она своей Madhurya Bhav, она дала вот эту anuragini взаимную, то есть выполнила желание своего возлюбленного и подарила ему этот свой darshan, и она знает, что ей нужно спешить, потому что вот это воплощение в отца ли раса ждёт её внутри, и как вот Горудев сказал, как она здорово и тактично обращается вот с той расой и с другой. So she enters, and Yashoda Mark takes her and embraces her and starts kissing her, not stopped, takes her on her lap and kisses her over her cheek, face, and brings like sari, sindur, bangles, everything to her, because she wishes she should be the daughter-in-law, like that feeling she has for her, and Radha Rana is very shy, you know, but at the same time, she is so overwhelmed by the behalf of Yashoda to her. И когда Радика заходит в дом, а мама Yashoda уже слышит, как звенят её ножны колокольчики, она преисполняется этой привязанностью к ней, любовью, как к дочке, и она тут же усаживает её на колени, начинает нюхать голову и целует её, обнимает. Она просит принести подарки для Радики, сари, различные украшения, браслеты, потому что она её воспринимает как вот свою невестку, то есть она всегда мечтала, чтобы Радика стала её невесткой, потому что она её очень-очень любит. И даже молоко сочится, да, из груди мамы Yashoda от материнских чувств. Гурдев говорит, посмотрите, Радика учится, что значит быть ребёнком на коленях мамы. Туда Махия is telling that you are my daughter in love. And she's not letting her go, she's holding herself. But Rada Rana is feeling, I have to go to the kitchen, I have to cook, because I have to meet my priyatam in the kundja, I have to hurry, you know, I have to do this. But Mare Yashoda is not letting her go. You know, so intense, this feeling is happening, this change. All these bhavs are there, you know, like cooked together. And посмотрите, как все вот эти чувства, они вместе, как вот при приготовлении, да, всё это смешалось. Радика хочет побыстрее уйти на кухню для того, чтобы быстрее закончить готовку. Она знает, что потом будут игры и нужно будет встретиться со своим возлюбленным в другом месте. Но мама Yashoda не хочет её отпускать, она её держит на своих коленях и не хочет с ней расставаться, потому что очень-очень сильно любит её. Посмотрите, Радика под руководством Yashoda как учительница в отца ли расы для Радики и она учится, как быть, как давать любовь вот этим малышам, да, как давать материнскую любовь. и она получает любовь и отдаёт любовь тоже. Радика, материнская. И она продолжает. И она продолжает. И она продолжает. извините, я просто хотел поделиться. когда говорит глубоко в чувство погружаешься, тогда тебе какие-то удивительные вещи, которые тебя потрясают, могут открыться. Спасибо большое. Спасибо. Акшири Гурадееву, очень сладко. Очень сладко. Очень сладко. Алла Говендах, когда ты пришел? Когда ты пришел? Когда ты пришел? 25 февраля, после одной недели. Он придет. Он присоединился. Там есть переводчик? Там есть переводчик? Я буду транслировать, я думаю. Окей. Ты не пришел? Вони, ты не пришел? Нет, я буду транслировать like this, онлайн. Нет, я не пришел, unfortunately. Комни. Он очень эго, Гурадеев. Он очень эго. Он очень эго. Он очень эго. Он не нужен на трансляторах. Эго. Он его транслировать. Я сказала, что ваша жажда, это ваш переводчик, что вам не нужны переводчики. Но я буду, да, конечно, буду онлайн. Да, да. Да, да. Рады, рады. Рады, рады, Баба. Sweet. Crazy sweet Katha. Beautiful. You are crazy. Thank you. You are crazy. Ты, говорит, сумасшедший. Гритник Атха сумасшедший, а ты, говорит, безумен. Анастасия. Анастасия. Рады, рады. Муни! 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 Мне? Да, конечно, я всегда счастлив, Городев. Дякую. Муни! 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 Появлено, understandings they're enjoying and they're very inspired so I'm really I'm happy because it's my only hope to do this seva and to get the mercy from Vaishnavas to grow my feelings so I'm happy that I can serve and they're happy that they're here in you so in meantime I'm Jananda Maharaj I'm very nice I I serve that person Rade Rade take care Rade Rade